а а а а а а а так уже не так круто бобу здравствуйте дорогие друзья серена антон юрий саныч здравствуйте рад вас добрый добрый здравий кофе подавился кофе подавился кофе сегодня осмотрим посмотрите сколько стоит банка монарха 200 рублей интересную вещь узнали в прошлом выпуске что все что мы смотрим в опасных связях есть версии с еблей и мы теперь будем смотреть версии с еблей и все следующие выпуски будут с еблей ну за блюриной там прям тёхи трясутся вообще пиздец да да тема такая короче мы смотрим без цензуры но мы это мы будем видеть своими глазами вы тоже но размытое там вообще жесть значит ребята приятного просмотра сегодня мы смотрим снова с великой опасной связи мы начинаем работаем Дмитрий и Денис встречаются в спальном районе Москвы для знакомства с заявительницей по новому делу они ненормальные почему всегда на улице встречаются в машину сесть дома нету бомжи ждем женщину давно в браке около 15 лет 15 лет а дети есть да двое ой кошмар какой женщина вы что ирина гришина 39 лет домохозяйка замужем воспитывает двух дочерей подозревает супруга в неверности ну это все ну это просто крест да ну как как тут при детях это же все это кошмар дети маленькие причем не взрослые им не по 20-30 уже как бы не в тем более нельзя при таком возрасте здравствуйте я Денис я Дима меня Ера зовут поймите правильно я его очень люблю Вадика своего ну отношения у нас если любишь простишь мам отпусти отпусти если любишь пусть ходит налево скуф поменялись он в последнее время он стал раздражительный грубить стал недавно мы поссорились с ним он убежал и тут моя подружка приходит Алина мы сто лет с ней знакомы мы его видела бешеной циркой поругались а потом знаете что сказал ей что он мне изменит а он сказал это а я ему говорю вот пузо ты отрастил а ответ убил он говорит представляете и поставил мне три балла вся маршрутка смелась на фондоклассниках на картинку да я просто я просто ошалял нахуй мне такой муж нужен который мне своей жене ставит на фотографии ебать три это чё за говно это чё за говно скачиваешь плагин iMacros не знаю он сейчас есть или нет не надо не рассказывай зачем ты помогаешь одноклассникам настраиваешь его так чтобы все фотки которые тебе показывают единицы ставили и развлекаешься а потом тебе пишут такой слышь ты ебать я в моем мире еще не понравилось хуярил единицы там был раздел ты будешь гореть в аду там был раздел когда тебе показывают какую-то рандомную фотографию рандомного человека и я сделал так чтобы единицы обновить единицы обновить единицы обновить могу я прямо сейчас тебе дать этим перстем мне лет 15 было 14 я угорал какой ужас столько мне не писали я так смеялся вообще очень весело нет а для людей ты знаешь это был кошмар вообще это они просто выложили свою лучшую фотографию самой лучшей обработки и типа один бах 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 еще идешь что ли там до десяти можно поставить было по-моему единицы вообще подруге сказал он подруге сказал он такой конечно с юмором он такой специфический специфический ну он шутит так он ну у него так сейчас посмеемся вместе да он говорит так я соседку нашу шлюху а так вот шутки то у него такие я люблю у нас двое детей постоянно ставили там не воровка не настоящая только не шалава мы соломой набили там одежду и вот какую и все соломы набили одежду это дети наши он со мной не разговаривает больше ой последний я понял я я пытался вникнуть понял что за середина осьмушка 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 поссорились мидичок мы помирились да у нас все равно хорошо не стало хоть в полгода я еще слышу кое-что когда на работу собирался голосовой набирали как сидит мой малыш я постараюсь скачать я первый раз такое услышала что вообще я просто смотрю ну подожди ты ну дай хоть женщине слово то ставить я не вижу где твои манеры я не вижу на экране ни тачки я не вижу на экране ни рыбалки а а мяч никто не гоняет тебе нечего обсуждать никто морда не бьет что здесь смотри на чем что мы да вообще здесь нашли так он юрик ну подожди для тебя его для наших гостей будет есть телеканал про ходу мужскую рыбалку про тачки можем не будет делать не будут смотреть нет если вы хотите мы можем посмотреть на рыбалку можно просто смотреть гараж 54 и все великие бои тему говорит этот человек боксеров там знаешь джорганту мы же так осмотрим махамеда ли там прочих прочее вот это выкладывать это будут смотреть конечно разбираю шайз убираю нет постой 4 часа ролик будет идти жулик но это то жизнь понимаешь все эти железняки разбирать это все ерунда вот жизнь послушай женщин я же мечтала ничего говорить до что я услышала потом на работу звоню а он трубку не берет объяснил как-то почему не брал трубку алет на меня только взрывается скорблять его не звони ему тогда просто он работает человек да ты его под руку того на это токарном станке там на какой-нибудь этот вал крутится на заводе звонки вот эти вот постоянно что я не могу 35000 вот так вот рука помоталась нельзя это по технике безопасности под руку нельзя звонить никогда вообще выходил из-за другого человека он вообще совсем другой был за 15 лет такого не было давайте попробуем разобраться что там другое какое-то я тоже был 15 лет значит другую чем в районе транспорт вообще не признаю дурак валики да не проблема я вам сюда установим камеру в машине за ним наружное наблюдение будем разбираться мне только все точно скажите пожалуйста не волнуйтесь не ну так то да так рябь и советую она знаешь она его бросила лихо ты отказываешься судьбами людей отказаться от похода в вазон не может и она ходит туда постоянный ткань вот на штрих-код мы гей тварь а то приносит и кидает ей на стол который он изменил ну может быть и так ты не поставишь на канал поставлю конечно значит это известно на следующий день рано утром наша команда приступает к работе по расследованию нет команды в данный момент оперативник устанавливает а это человек где-то видел джорс летом баш горю такие че там здесь работает а у перехода на мелочь ему сказать да это это моя это моя машина просто вскрою и поставь там камеры ничего не будете за это скрылся можно набрать команду обвеса чтобы это опасно очень работа стильчуха почему это очень много улюбляет или все висит здесь что-то зависит человеку поливать купил бы наш мерч выглядел бы нам много лучше уложено кстати приятно посмотрите на наши футболочки красивые это моя голова тона его голова и мы еще вкладываем в каждый заказ что открыточку антон это открытка которую мы подписываем с обратной стороны и вам отправляем вот с наилучшими пожеланиями за приобретение нашего мерча дуга душно духами души на прямом эфире душил я своими духами в каждую крючку можете посмотреть прослушки в машине подозреваемым дим прием до тихо закончил вот у него там ухоженный на него приятно посмотреть наоборот неприятно спасибо уходим принято игры под накачанная зона похудевший хороший озон азон 671 геймст может у чего что делает с человеком спортзал вот спортзал сам сейчас увлекаюсь здоровым питанием спортзал параллельно с обвесом автомобиля нами было установлено наблюдение за подъездом в котором проживают супруги гришины мы ждем когда глава семьи появится ну все благоустроено нахуй все вообще просто по высшему разряду что там но отключился на секунду так вот какая горка шикарная посмотри супруги гриву и грязный снег рядом такой грязный черный ты вот никита рассказал в норильске там просто черный снег лежит а это чуть-чуть серовато жесть какая это почти белый мы ждем когда глава семьи появится в поле нашего зрения внимание вот наш клиент какой такой кабанчик вадим гришин 40 лет предприниматель владеет пунктами по приему металлолома жена 2 воспитывает двух дочерей прикольно сейчас раз велик лежит такой да кому я увидишь мало всего конечно активную жизнь очень не он он предприниматель он человек который берет от жизни все то есть ему ему мало одной жены и двух дочерей то есть он должен и четырех дочерей мог а потом захочет приумножить еще то есть чтобы было четыре жены сколько нужно родить детей шестнадцать шестнадцать дочерей 100 внуков служит на логику за на логику какая-то них они хотят каждый по 3 на ровном месте придумаешь проблемы вообще хочешь посчитай чуть-чуть сказал еще раз условия внуков нужно чтобы чтобы что можно можно одному 100 внуков сделать но это нереально может но если твоя жена проживет что допустим 18 лет то в теории мне каждый год их 114 то в теории после 18 когда стал совершеннолетний ты ее начал брюхатить фото до 117 и так да а нет подожди у тебя будет это это 100 дочерей или сыновей а ты говоришь внуков внуков да это вообще легко одессе от десяти жён но тоже нужно и учитывать климакс неудет бы не учитывать такие мелочи не учитывать можно знаешь как делать сдавать все яйцеклетки куда кому ну вот у тебя на рынок как раз сейчас яйца и проблевать или сын и жена твоего сына или твоя дочь она сдает все яйцеклетки в клинику и что парни сдают все сперматозоиды сколько там миллиарды и 1 за рубль все можно сразу в огромное количество женщин суррогатных матерей тебя от одного ребенка будет ну там 30 40 внуков просто будет 30 40 это ко мне-то что за это будет ничего прикольно ну ждали тучи группы не надо вас учить и работать сколько правнуков три сотни правнуков охуеть очень за вас рад дом целый ебанец сейчас мы находимся ты бредни ебать это рота цельной стадии расследования впереди предстоит много работы главный вопрос на который мы должны ответить кого именно и почему вадим назвал не видит ему кэти объектив появился у меня машины чуть чуть дальше голосовых сообщений а затем через 100 метров поверните налево баба в салоне да 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 между коленок разговаривать сообщает куда ехать вежливо управлять автомобилем пропускает дает проехать добрый человек хороший хороший парень давай давай говори привет паш павел братишка без без маза вообще просто ну что случилось на нулях сейчас дать не могу а долг какие-то деловые походу дела на отчеты не в курсе что ли три точки закрыли да вот так беда с металлом пришел дядя в красивом пиджаке и наковырял нарушение закрыли за нарушение решают понятно понятно но понятно все интересно стало проблемы с бизнесом куда там третьего ребенка еще делаю сейчас двоих бы содержать жена на тогда ты куда-то до одеться утвердиться ну как как-то прозрадиться до как того что новенького попробую знаешь и все это ли на жену забил два дюба что такое ну типа чем новинка такой необычный господи нет зачем он пойдет сейчас но она не будет спали детишки жаль их будет жаль но не ему его жене возможно этот телефонный разговор не дадут а он просто вот решил что пять минут или сколько там десять удовольствия где-то вот на шухере гораздо лучше чем долгая и долгая жизнь в браке чтобы ему принесли там уже на старости лет стакан воды ему это не надо ему нужна какая-то девица из альберис если все что сказал наш подозреваемый это правда и у него возникли проблемы с бизнесом тогда его можно понять и по и простить и пусть он дальше мы начали слежку за его женой чтобы у него был на нее компромат чтобы он мог жонглировать и подменять понятие и изменять показывая ей что ты тоже мы послали к ней жигла чтобы он ее соблазнил почему вадим стал грубым и раздражительным как единственный кормилец он беспокоится о финансовом положении семьи это понятно но он еще беспокоится о положении синих яиц в карманах своих идет второй день наблюдения вчера наш подозреваемый занимался исключительно деловыми вопросами сегодня с утра проверил несколько своих точек по приему металлолома а сейчас вернулся в свой район и похоже возвращается домой карте тихон сокращать дистанцию блять у него конечно вообще такая ламповая вот знаешь на похоже на этот самый интерьер да да и оба народ этого казино вот казино сидит будто в инвалидном кресле сидит но нет но видишь у него тут всякие эти как как я не знаю как вывестилась все в эту машину мне кажется что вообще не в машине даже находит студия где-то может быть это студия да а почему он думает что в машине не знаю может быть его там трясут наверно этот самый ящик где он сидит на доводом студии звукозаписи понятно почему тут колонки всякая такая хуйня да я снимаю это это все бутафоре это вообще это все это все а зачем звукоизоляционные панели потому что так дешевле просто раз два и три чтоб не видно было обшивки машины что что не машина а это огромная зеленка ну да вот что здесь вообще это ключ это писал пробиваюсь это вообще и самое интересное что как бы вроде стерео динамики и тут и тут но сидит только у левого и слышит кто то есть его моно звук все равно да дайте звук только слева мне похуй но работай аккуратно мне нужен звук и чтобы ты не спалился моно звук обязательно купите микрофон с моно звук не переплачиваем привет как дела это алина домой а ты как здесь а мимо и кухню знакомая девушка идет так чё можно встречать давай да подожди стой это как он просто на остановке увидел знакомые двести все нормально ты хорошаешь ой спасибо так для нас очевидно что подозреваемые относятся к женщине симпатии и похоже что это та самая алина которую упомянула в своем рассказе наша заявительница подруга который вадим просто подвез ну он и комплименты делал но комплименты да это наверное лишнее было горяча сказал что едет изменять супруги интересно что он скажет ей сейчас у меня сейчас гаишники не забрали так потихонечку так потихонечку так потихонечку три точки закрыть потихоньку до хубанка рот вас потихонечку веревочку мы любили фарка битая немножко так нормально ну понятно все короче говоря общение с женщинами он не избегает все-таки наша команда ведет наблюдение за вадимом гришиным по просьбе его супруги ирины по дороге домой мужчина встретил подругу жены алину и галантно предложил ее подвести алина и не просто обычно водители едут и весь знакомых вот так вот чтобы подвозить нахуй ты мне в моей машине а те вот так кричать стоит антоха стоя а я положу что покатило где я тебе момент это был да алин ты была значит не заметить я думал ты из-за меня нам не приходишь а в него кстати ко мне наверняка бы не сел бы никто после ты ты можешь даже куртку надо одевать специальную рабочую чтобы не въездить то что провоняешь за пять минут не вы полностью просто бензином с масками всяким уже только так дедов цеплять да вот они любят вот они старые не хочешь прокатиться и можно и можно надо вообще организовать меня на ниве рыбацкое такси какой-нибудь чтобы завозить на льдину их это как будто эти рыбаки специально всегда удачу вы находят вот такой вот маленький полуостровок который вот в вода дорвется вот туда встать вот здорово я буду здесь сверлить прямо даже как по линии отлома ну что в смысле помощь я пошутил в подъезде ты же ирке все рассказала то есть слова вадима про намерение изменить это была всего лишь неудачная шутка он в состоянии аффекта ляпнул что попало подруга не поняла побежала обсуждать с нашей заявительницы потом вот идиот вот идиот просто вот портит жизни всем вокруг понимаешь себе испортил уже не испортил подругу подставляет бизнес трещит по швам он не хочет его да как там получше контролировать кризис направлению по этому поводу думает мистер пальчик больно теперь мистер пальчик нихера не понимать зато очень спокойный вежливый и поддавая надеюсь он будет до конца ролика молчать потому что много много говорить не получается такая жалость вот действительно иногда лучше промолчать ну смотри да сейчас обратно на столе развернулся в дую а подружки своей это его жена вообще как он блядь в дую это будет только от него зависит да как будто хочешь дует хочет кого хочешь вот это по улице как в дую а потом его раз все изнасилованы такой смысл я жду в тюрьму все в тюрьму находись на там это 17 лет будешь там на металлолом сам будет тебя проверять насколько крепкий ты я внулись к металлу или нет например можно здесь можно и у тебя ты сначала сделай аж потом подумаю расскажи она она кокетничает она говорит попробуй я подумаю то есть это означает что давай вдвое это идея сури по улыбке и интересно а это что было да еще одна шутка шутка которую несмотря на всю ее грубость алина понимает и подыгрывает или у вадима с приятельницей жены особенные отношения я думаю продолжаем наблюдение еще припарковаться внимание будет парковаться но не наверное прям днем знаешь в обочине прям без демировки машина просто просто да люди вот так вот смотрите камеру снимают а он там это что хочет я это вдуваю вдуваю ты прикинь вот это жена а если жена выйдет они просто чуть ли не возле дома своего сумками выходит с моря так что происходит с машином уже проблемой что запотев шелкнет такие астма ооо лариса да какая-нибудь там здесь я брошу никого умеет мешать не буду наверное что будет делать то есть люди которые понимают решение наш подозреваемый припарковался в чужом дворе вышел из машины вместе с алиной и действительно пошел за ней в подъезд шутки кончились неужели прямо сейчас подруга и муж смеются вместе над доверчивостью нашей заявительницы ну вот и все однако вадим провел у алины не более 10 минут и поехал дальше если раскончено этого времени вряд ли хватило на измену почему ты так считаешь на нести по себе конечно если сдал какой-то пола гигант для знаешь ты как бы ну будь скромнее просто 10 минут за 10 минут можно было там наворотить такого и минуты подняться на лифте две минуты спуститься 8 у тебя да почему нет 6 уже остается 6 плюс там минута раздеться минута одеться раздеваться тоже верно можно одеться ну так у него у него просто был вагон времени вагон что там произошло мы не знаем просто продолжаем следовать за машиной подозреваемого подцепились проведем его очень похоже что он добрался до своего пункта назначения если будет время ребят сделайте пересменку принято причина этой остановки вадима очень быстро объяснилась мы видим что мужчина идет в пункт выдачи заказов это уж совсем рядовое и быстрое дело так что мы остаемся ждать в машину подозреваемый немного задерживается возможно возникла какая-то проблема с поиском его заказа однако вот он выходит и в его руках нет ни коробки ни пакета зато его провожает какая-то девушка куда теперь заедешь как освобожить как римочка будет черпну позвоню предварительно посылка за щеку пришла он а его и завешиваем выдачи надо понять что у вадима с этим малышом происходит вадим пообещал снова навестить девушку как-нибудь вечерком к этому времени мы должны быть во всеоружии ведь именно из-за истории про малыша и началось все это расследование но весь человек сидит там за кадром 10 минут не мог изменить это малыш наверно вообще перепутал да 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 какой-то сиди там смеется над несчастьем как людей понимаешь это старая дура сидел верно вообще просто даст я смеялся не палец это чья-то дорогу нет это она покажи еще раз заказ нашего мерча вкладывать вот такая вот штука до открытка называется уже все что ты знаешь только что это открытка ваде штука 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 это количество блять пил 3 наблюдения так это и пока вадим решает деловые вопросы наш сотрудник под видом клиента направляется в интересующий нас пункт выдачи заказов так а вы ебетесь да вот с тем мужиком что здесь да я чё-то я просто знаю чека который разбирается уже в жизни мне кажется что здесь пахнет сексом вот здесь прям вот я чувствую что здесь парни какие-то какими-то сексом прям выделениями потом то есть вот этим вот гай горячей бы тебе телами а вы здесь что и близки и и близь на рабочем месте смотришь и нормально я сейчас владельцу этой точке позвоним да пока вы если вы пока подумайте и бьетесь то чтобы весь двор туда ходит и на вашу лапшу вешает вас уволит я нажалуюсь на вас вообще 5 7 6 вы обязаны мне 0 42 отлично какой 5 7 6 0 42 дурак покажи штрих-код это старая запись естественно сейчас только штрих-коды показывают чем-то уже работали спасибо всем современным технологиям и ускоренной доставки у нас есть отличная возможность установить в этом помещении камеры не привлекает ничего что даже пожарной инспекции сегодня можно не притворяться подделка я покупал дайсон за три тысячи а вы мне что прислали блядь это что еще такое он дует вообще вообще дует или не дует я мне там было написано скидка 99 процентов вот что вы меня наебали да люди не следует за подозреваемым по городу и слушает его телефонные разговоры причем не похоже чтобы у мужчины дела шли так плохо как он жаловался своему приятелю павлу вот например сейчас время обеденное а вадим уже направляется в сторону дома алё 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 алиночка привет алиночка как дела да ладно перестань что ты обижаешься это же шутка была алиночка да все нормально что ты все хорошо тебе заеду да помиримся ну что ты он опять к ней ехать алина суши у чувака вот да вот часто предприниматель и пешник да ой какая жизнь и пешника вас ждет если вы будете работать на металлами кончил надо сразу ебаться ехать да и дать я только здесь секс был теперь туда едешь опять мириться ну домой приезжаешь там еще жена есть можешь тоже как бы ну попроситься потом опять просыпаешься все стал потянул потянулся же почесал кофейку попил все на работу на металл таскать то что типа эти бочки а он только да это а он сам таскается по женщинам понимаешь папа бабам извините уже за прямоту как говорится алина стоит наверняка знает что он очень это человек очевидно вульгарные шутки вадима алине надоели и она бросила трубку мы не знаем что в голове у этой женщины однако наш подозреваемый явно хотел бы весело провести явно хотел бы чтобы в ее голове было да да и может чуть ниже носа отверстия прямо там после неудавшегося телефонного разговора с алиной вадим не поехал домой к жене и дочерям он снова оказался у пункта выдачи заказов где работает девушка который он ласково вокруг дома есть опять секс да иди ты вон вообще до следующий дарди ну ладно 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 хорошо заеду возьму все давай времени нету побежал я давай давайте изображение из пункта выдачи вот это вам так и ждали ребята тема такая мы специально сейчас смотрим полную версию расширенную до расширенную версию чтобы было все понятно и шаги ребята дает у нас теперь реактор новый уровень выйдут новый уровень доставайте дрочила ребят наоборот убирайте сейчас мы будем сначала оценить что происходит вот значит как тут обслуживают клинок здесь можно получить фен или книги а можно по-быстрому расслабиться выпустить пар что и делает вадим что его малыш всегда на месте всегда к его услугу он здесь не идет речь о внезапно вспыхнув шевромане а какой-либо страсти это просто циничном удовлетворении животных потребностей животное привет попался наш вадим на измене понятно давай около дома встретимся с заявительницей все все страшно все буду ждать вас на месте у вадима исключительно утилитарный подход он нашел себе любовницу недалеко от дома чтобы не тратить лишнее время на поездки он не похож на человека который будет дарить подарки и водить девушку в ресторан максимум ласки на которую он способен это пошлое словечко малыш что только привлекает девушку то есть поняли да что скуп сделал то есть он вы выверил свой маршрут вплоть до там чтобы бензина мало чтобы парковка была хорошая чтобы было место принять чтобы да да чтобы там но как бы его встретили там по звонку да работает там тоже график знает вот и все где все продумал все продумал там товары на эту полку кладут а потом товара да это можно за чего смут сейчас узнает свой пвз а то только херня происходило ребята риса ленте снималась озончик в этом бесцеремонном немолодом уже мужики почему она позволяет такой униз и главное пока вот это все происходит на могу морали читает на фоне да 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 как он посмел тебе отношения это большая загадка ответить на которую не в силах даже у меня материал готова отправляю пиздец а закрыто да слушай да действительно и охраны что-то нету позвониться уходить бежать все опаздываю пока конечно у Вадима нет времени ему ведь надо еще заехать в магазин купить туалетную бумагу и что там еще просила пить и а женщину все устраивают то есть как бы никаких проблем нет приехал какой-то чел женатый воспользовался по полной программе прямо на рабочем месте воспользовалась прямо на рабочем месте она к нам пицца до приезжает по заказу и она говорит да все едет да и он приезжает он пользуется с таким подходом с таким походом ты им воспользовался он использовал на тряпках будто ей неприятно было ну я не знаю просто так такое отношение тоже знаешь на рабочем месте они пользуются друг другом да хорошая пара пусть пусть совету любовь детей только ты не увидишь мужик забей ваще теперь у него будут другие дети новые главное с точек алименты вози но малышу о причине своей спешки он почему-то не рассказывает она не знает что у него жена есть может быть вот так вот еще ну все жене пора показывать в ходе расследования было установлено что вадим гришин изменяет своей супруге думаете его любопытной оказалась некая ольга частные рассетки могут вам чего года нарисовать этот интернет вплоть до того что секс в озоне происходит на пункте выдачи заказов то пресс это там пока как будто я блять да все же видели да как говорится фильм где тиранозавр до людей ели там паркерскую передачи на самом деле был был телевизор и хотя мы с вами глазами все это видели это был компьютер монтаж сотрудница пункта выдачи заказов мужчина привык они очень и очень хорошо они маленькую вывеску не заблюрили а гигантский логотип озон не дмитрий и денис встречаются рядом с домом где про на кашу чтобы рассказать ирине в кассу положил что-то своеобразно мужчина развлекается много дел по-быстрому надо шустрый а этот шеф да получается который вот здесь и давай седовласый он шеф то есть он просто приезжает когда уже конкретно все раз закончена какой-то самый как называется теплопрораб да то есть он приезжают создаем объект значит все секс был да я приезжаю не был секс не приезжаю хочу в глаза заглянуть ну обиженному человеку просто но я специально ради этого по всем пробкам по баске тащусь просто вам изменяют что грустно вот так вот и у него сразу же на энергию сразу ресторан захотел сразу своей сразу своей позвонил скажу ща жди меня блять очите просто нахуй зарубки столько энергию а честно так рад сегодня так люди страдали здравствуйте здравствуйте как если про ваше отношение полный пиздец ваш скуф вообще не управляем просто вау-ау-а уу-ау-а и обжидаются как зайц отлетевший да да готовы видеовый видеть она хуя может стоп-кадрка на заказах это он да он да это фотомонтаж а она работает в пути вылеча заказов не отходя от хаса встречается с вашими Чего там? На скорую руку. ШУТКА Извините. Мы вас понимаем, конечно. Дим, прием, Дим. ШУТКА НИ! На связи. Ну, мы видим Вадим, он подъезжает к дому, сейчас стою здесь, в светофоре. Зададим ему пару вопросов, да? Ага, он уже возле... Что ты не нашел? Группа, судя по всему, будет во дворе здесь. Очень аккуратно администрация отработает. Аккуратно, он ебаловый. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Программа «Опасные связи». Мамера на пропадении. Ты... Ты скотина! Ты... Ваша жена знает о ваших рекомендах. Сметь! Посмотри на меня! Как ты... Тварь попалась. Что вы здесь говорите? Пообщаясь с женой, в чем проблема? Сейчас она немного успокоилась. Как с ней общаться-то? Она орет истерит. А он не понимает, что от него нужно. Он сейчас признается, а еще в чем угодно. Все он понимает. Что случилось? Сметь, что происходит. Что за хуйня? Он схватил ее за ноги. Пою. Достал травмата. Гранд пауэр. Все такие ебалые. Самый мощный травмак. Не-не, кастеты, кастеты. Чтобы сносить эту... Какую-то там улыбку сделать. Как Берсеркер. Отдел два костета. Что за... Что за жесть? Не догадывается, о чем он не агрессивен. Не начинаю это понимать. О, он не агрессивный. Да, конечно, он не агрессивный. Баки спустил. Что ему агрессивный? Мы с вами наблюдаем. Эта программа опасна связь обратная. Он сейчас добрый. Бля, я вообще еле доехал. Чуть не уснул за рулем. Да ноги отваливаются, блядь. Я... Стоя ебал. Я в душу высушил. Вражки измены. К нам обратилась ваша жена. Да. Мы смотрели за тем, что происходит в вашей жизни. Пусть выдачи камеру поставили. Да. Увидели, чем вы занимаетесь там на скорую руку. Сво... Ты смей! Да. Мы... А может быть, вы... Че меня рожили? Ну вот такие ваши. Зато он хороший актер. Ты че здесь устроил? Роль шикарная. Прям вообще еще... Вам нужно будет тазом побиться о раздетую девушке. Здорово. А сейчас заплатят за это что-то еще? Да, да. У нас бы здесь не было, если бы тебя так не... Камера. Вы будете учить женщину? Ребят, гибать, это работает. Ребят, гибать, это работает. Да, вы считаете, важнее, что... Большой себя заяви строкою ведущих ребят. Ну, все, этой женщине конец, по-моему, дома будет такая разборка. Че ты их делаешь? Че? У нихуя себе чел высокий. Слушай, да, он... Грубо... Эээ... Безопасности, да, кто-то? Да, он просто его как ребенка такой... Хотя и он тоже не самый маленький. Хотя и он не сам. Подожди, я с вами еще раз. Да нахуй с таким связываться? Просто не охота. Да не охота. Да, вы считаете? Ну, что-то хуй спокойно. Да, да. Хорошо себя заяви строкою ведущих ребят. Но это остановка. Будьте осторожны. Че ты? Че? Нихуя, ну да, слушай. Он просто... За голову бы не сам поставил. У него даже голова, она больше, чем у... Ну, он сам, он крупный. Он мог этого человека просто взять и поставить другое место. Прямо из-за его же башку. Хватит ты заходу сворачивать. Может, не троицы. Да хватит. Он даже как щенка просто. Как скотом балуется. Реально как щенка. Он даже и по спине, и по голове там. А он сам извивается. Он еще так гладит. Че ты глаза на носу цепь. Ра. А не подниматься. В пузыще кое-что. А! 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 Он его просто может вот так вот положить. Все, успокоимся. Здесь нога, нет? Здесь нога, нет? Здесь нога, нет? Здесь нога, нет? Что делал настроенного? Сейчас решимся, осторожно. Мы разберемся, ребята. Нифига себе. В смысле разберемся? Деньги давай. Они думают, что сейчас будет бить его мужа. Он не такой! Тихо. Я сюда. Я сюда. Я сюда. Вы сейчас живо. Я сюда. Я сюда. Давай давай давай. Я тебе, давай давай давай. Что им стоят домашниеки вообще? Надо же у парня покраситься, чтобы он обоих валил. Он для нее и играет этот, ты не понимаешь что-нибудь? А для всех новых игроков по моему пармокоду ПАУЭР вы получаете до 25 тысяч рублей на свой счёт Ну прошу, да вы мне угрожаете, пусть со своей жизнью разберись для начала работаем Всё, она её простила Мы виноваты вообще, да? Виноваты, виноваты Алину позвать сюда может А вы зарушаете брак Вадим, Вадим, здесь несколько Ну он хочет побить их, а он говорит, что здесь несколько камер вас сейчас посадят Я тебя не отпущу Вот такого мужика вы хотите у себя оставить? Ребят Уезжайте, простите, мы сами разберёмся Пойдём, я скажу Вы же эти как хотите, в общем, да Всё в порядке А этот мудак вообще сейчас просто, просто озвереет и будет ездить ещё и к подруге тоже Он скажет, вот оно как, мне вообще ничего не сделали Я теперь решил и к бабкам на это заходить, он кто Не переживайте Общайтесь с очевидцами, там, Коля Включись в это Всё? Жесть, ребята, вообще ему просто плевать на всё Всё-таки ещё и жена такая оказалась, знаешь, которая докопалась до истины, а по итогу какой смысл был, да? Там она всё равно такая Пойдём, домой, домой, пойдём Каналами Что ж такое-то, вспоминай, да? А, наверное, те, кто заказал мерч и ждёт его уже Вот с такими вот карточками подписанными Ну всё, дорогие друзья, на сегодня это конец До новых встреч, пока Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»